Моя правда У вас накопилось ко мне много вопросов Претензий, что с самозванкой и выскочкой я живу Вам не к душе зов мой громкоголосый Хотите знать, как воздухом песен своих я дышу? Ну что ж, на любые темы От детей до ландшафта Про бизнес, политику У меня есть ответ Теперь здесь целый час Царит моя правда Мой вариант поражений и всех побед Дорогие друзья Я невероятно скучала за все эти майские праздники Вот по этим камерам, вот по этим аплодисментам А еще невероятно скучаю Постоянно скучаю о скандалах Как раз об этом сегодня будет наша передача Оказывается, классно в современном мире быть участницей скандала Даже не подозревая, что ты ею стала Потому что вокруг меня так много историй, так много слухов и сплетен И если раньше я этого опасалась, если я раньше оправдывалась и извинялась, то теперь нет Я провела соцопрос в сетях с вопросом, являюсь ли я скандалисткой И удивилась, что 28% сказали да Я обязательно отслежу этих людей и вместе со своим юристом найду их Так что имейте в виду, когда отвечаете, что я скандалистка Имейте в виду, что вы имеете дело со скандалисткой Они пока еще не уверены Думаю, что сегодняшний эфир убедит их в том, что я либо скандалистка, либо все-таки на пути к ней И об этом моя новая песня «Я скандалистка» АПЛОДИСМЕНТЫ Говорите, что я скандалистка Слишком активная добропропагандистка А светлой жизни ухопистка С тьмой заигралась шантажистка Обвинение публично, что я аферистка Ярлык, повесили городской скандалистки Яркие эпитеты, черный пиар Жизнь хотят превратить в кошмар Не сходят с первых полос новостей Пикантные подробности моих путей Камни запущены в мой огород Утопреньем для поля, где пыржа Зайдет, привыкаю, что я теперь скандалистка Активной любви пропагандистка Скажите, я скандалистка Филиппирмаристка Ведь я не феминистка Детских тел, душ, я садистка И я просто не пофигистка Смелая своего хоросолистка Любви и добра пропагандистка Ну разве я скандалистка Разве я скандалистка? Об этом пишут многие газеты И мне так интересно смотреть Кто веер у меня, кто у виска пальцами Сегодня поговорим о том, что интерес к персоне Растет, когда раздувается скандал И сегодня мне помогут посидеть на моем стуле правде А именно так называется этот цикл передач Моя правда, когда я рассказываю прежде всего о себе Чистую правду, искреннее откровение И каково это быть внутри яркой обложки В желтом пиджаке Мы поговорим сегодня в нашем эфире Я хочу рассказать вам первый скандал Публичный и большой В нашем родном городе Который связан с моим именем Это поможет мне сделать гостья Моего сегодняшнего эфира Юрисконсульт Именно так мне нравится ее называть Это какое-то придает солидность Звучание И статуса Светлана Аплодисменты Скажите, пожалуйста Вот вы сейчас честно и откровенно отвечали на вопрос Скандалистка ли я? Абсолютно честно Вы считаете, что я скандалистка? Нет, я так не считаю А почему я сегодня одела желтый пиджак? Как вам кажется? Потому что он вам идет Поэтому стоит поаплодировать Именно так Именно так Настоящие юристы и юрисконсульты Уходят от прямых ответов Но Желтый пиджак я одела Именно потому Чтобы показать Что желтая пресса За последние недели Сделала из меня Настолько популярной персоной Что ни благотворительной акции Ни моя общественная деятельность Ни даже мой бизнес И усердный труд На благо Родины Не были зачтены А вот именно Когда скандалы пошли Тогда и популярность взросла Надо отдать должное Тем, кто это делает Меня даже заподозрили Что это я сама Против себя делала Света Скажите, пожалуйста Часто ли встречаете Вы в жизни Таких персон Которые с помощью Желтой прессы Добиваются Нужных результатов? Ну Если в общероссийском масштабе То, конечно Их сплошь и рядом Но Честно сказать В Волгограде Лично я Мало Такими сталкивалась Людьми Ну и на мой взгляд Я считаю Что Желтая пресса Это, конечно, пиар Но На самом деле Не самый лучший И Лучше все-таки Добиваться пиара Какими-то Благими Хорошими делами Нежели Рассказывать Да-да-да-да Рассказывайте Светлана Рассказывайте А помните Ли вы Тот самый первый Скандал Который сделал Меня популярным В городе Волгограде Связан с открытием Стадиона Ну Такой скандал Помним Но я думаю Что здесь Даже Может быть Не больше Точнее Больше Не скандал А больше Желание Поживиться За чужой счет Хорошо Не важно Как это называете Вы Но С моей точки зрения Это был реально Скандал Для меня Потому что Именно сегодня Я хочу рассказать Как это было Кстати Если вы будете Смотреть мои передачи Еще месяца три То вы узнаете В каких скандалах Я задействована сегодня И какие следствия Ведутся с моим участием Пока не могу разглашать Секрет Как говорится Следствие Но смотрите И поверьте Когда-то я расскажу Что происходит сегодня Но сегодня могу рассказать Что происходило В 2018 году Расскажем? Да Итак Давайте вспомним Фонд «Живой город» Который я учредила Много-много лет назад Стал инициатором Открытия так называемого Стадиона Перед чемпионатом мира Мне показалось Что было несправедливо Не пустить туда людей Которые Не хотят смотреть футбол Мне показалось Что нужно устроить Что-то типа экскурсии Выставки Не знаю Торжественного открытия Чего-то-то там Такого бурного То, что я люблю Концерт И так далее Я обратилась На тот момент В ротор Я пришла И сказала Я хочу Я могу Я умею Они говорят Ну здорово Но у нас нет денег Я говорю Так и с этим вопросов нет Они говорят У нас есть всего лишь бюджет 70 тысяч рублей Я говорю Ой, ну невелико Конечно Потому что сцену снять Только 120 Я говорю Ну давайте сколько есть Мы сделаем все, что сможем Соответственно Был заключен договор На 70 тысяч рублей Мы вам его С удовольствием покажем И в эти услуги Входило огромное количество Чего мы должны были сделать Все поулыбаются Что за такие деньги Мы подписались на это Чтобы каким-то образом Покрыть все расходы И сделать массовый праздник Более чем на полторы тысячи человек Одних участников У меня было более шестиста Мы сделали соглашение С фондом Живой город О том, что он привлечет Всех своих друзей Партнеров Клиентов И в общем кинет клич городу Кто хочет Кто может Приходи И так мы собрали большую площадку Мы сделали праздник Об этом вы сейчас увидите Ролик на экране Это было действительно Эмоционально запоминающееся мероприятие Мы поставили сцену Мы сделали черлидинг С участниками Только ста человек Это было потрясающе Мы привезли туда Из дома престарелых Мы привезли туда Деток Из реабилитационных центров Мы устроили настоящий праздник Конечно Я знаю Да-да-да Меня обвинили в том Что я сама себя пиарила Потому что это была Первая площадка На которой я спела Свою первую песню Если вы помните Это «Стальные люди» Вот это был тот год Когда я петь-то передумала Потому что сразу же после этого Меня обвинили в том Что я нарушила авторские права Чьи-то-то там не совсем поняла Сразу Меня обвинили в том Что я самовольно пришла на площадку С полутора тысячами людьми И начались бесконечные статьи Про то, что я вот каким-то образом Как-то попала в открытие стадиона Когда меня никто не просил Ну вот как бы Помнишь, чем все это закончилось? Помню, судебными решениями Это все закончилось Друзья мои Друзья мои Благими своими делами Если вы помните Там было много палаток Там были различные игры Активности для всех болельщиков Там были точки питания Там были организованы Концертные площадки И так далее За это Олеся Семену Судилась полтора года Можно этому поаплодировать И так А теперь внимание Что писали СМИ Что писалось о том Что вот я не соблюла то Я не сделала это Не согласовала с теми-то и с теми-то Друзья мои В моем договоре было указано Что заказчик То есть ротор Обязан был просто предоставить мне площадку Запустить меня туда Слушайте Запустить За 70 тысяч рублей И я должна была сделать Шестичасовое мероприятие Еще раз за 70 тысяч рублей И в мои обязанности Не входило Согласовывание с охранным С РАУ И так далее И тому подобное Но Чтобы каким-то образом Замять конфликт С одним из активных участников У нас есть некто Валерий Турбин Валерий Турбин Добрый день Наверное не ожидали Такого привета от меня Валерий Турбин За то, что детки Маленькие детки Пели перед стадионом Его песню В.О.Л.Г И помните Такая песня Везде звучала Они ее спели И да Я каюсь Мы не спрашивали У него Разрешения Исполнить эту песню Мы не думали Что на тот момент Это законом запрещено Теперь знаем Не пойте чужие песни Мои можете петь Хотя Хотя Но лучше не нужно Все-таки Спросить разрешение Вдруг через года два Так я начну Взыскивать С вас Сначала С нас требовали 10 миллионов За одну песенку За то, что детки Ее исполнили На некоммерческом мероприятии На торжественном Открытии стадиона Затем Снизили до двух В итоге Мы заплатили Светлану сколько? Заплатили Непосредственно Врау И в АИС Около 60 тысяч рублей Все вместе И непосредственно Турбину То есть Автору песни 5 тысяч рублей То есть Суд посчитал Что использование Его песни Один раз На стадионе Я хочу заметить Мы громогласно Объявили Что этот гимн Принадлежит ему Что детки Пели его Именно гимн Я торжественно Думала Что это чуть ли не Реклама Мы ему делаем Что наконец Все узнают Кто это Автор этой Прекрасной песни Но видите Мне пришлось Расплатиться Мы совместно С ротором Понесли эти доходы То есть Суд посчитал Что так как Мы были двое Участников Соучастников Этого Подозрительного Дела Которое длилось Полтора года Поэтому Вот смотрите Как это бывает Меня к сожалению Никто не спрашивал Как были дела К сожалению Ко мне Журналисты Не обращались Не брали у меня Интервью Не рассматривали Действительные документы Акты Выполненных работ И так далее Но именно для этого Я сегодня здесь И моя правда Обо мне Я же имею право Говорить ни у кого Не спрашивая И не оплачивая Никому Никакие госпошлины И буду рассказывать На протяжении Всех своих последующих лет Потому что Мое имя используют Так как посчитают Нужным другие люди И кстати Света Мы скажем Этому человеку Который рассылает Обо мне Всякую информацию В чатах деловых О том Что я аферистка Что я обманщица Мы скажем Этому человеку Что пригласим Обязательно его К нам на эфир И попросим Объяснений Разве можно так делать Разве можно Обвинять человека Без решения суда Или даже Без свидетельских показаний Просто так Сегодня и сейчас Рассылать информацию Любого типа Запрещено законом Да это действительно так Информация Которая поросит Честь Достоинство Деловую репутацию Физического лица Юридического лица Она должна быть Если уж она распространяется Она должна быть Подкреплена Непосредственно Доказательствами Какими-то Либо Как выразилась Олеся Семеновна Судебными актами Либо это должны быть Любые Материальные Письменные Фото Может быть Доказательства И только на основании Этого У нас средства массовой информации Коими являются Также и паблики В наших любимых Мессенджерах Могут размещаться Без предъявления Требования За то, что Данная информация Размещенная В пабликах Порочит Честь и деловую Репутацию Лица В отношении которого Написаны данные статьи Поэтому авторы Обязательно приходите На программу Приносите с собой Доказательства На которые вы ссылаетесь Делая данные Публикации И возможно Тогда мы не будем Предъявлять никаких Требований И кстати Приводите ту семью О которой вы рассказываете Всем Что она голодная Нищая Бегает Та семья Которой я не заплатила Огромную сумму денег Принесите пожалуйста Приведите мне их тоже Чтобы они тоже Дали свои показания Публично признаемся Я еще подумаю Света Буду ли я все-таки Этому человеку Делать официальное Заявление или нет Нужно ли мне Тратить свое время И свое эфирное время На рекламу Этой персоны Но дорогие друзья Я здесь для того Чтобы вас предупредить О том что это Действительно незаконно И если с вами Такие попытки Предпринимаются Если или вы Считаете что Это возможно То насколько я знаю От 300 человек Рассылка информации В любой В телеграм В ватсапе В вайбере Любая рассылка Если она Влечет Вот такие последствия Публичные Она является Уже Это не просто Ваши друзья Это уже является Публичное Лжесвидетельствование Против человека Ну Давай тогда Закроем эту тему Свет На самом деле Спасибо большое Что ты пришла Поддержала меня Вообще С юристами Особое такое отношение У людей Мы вас боимся Не нужно Ты в курсе? Не страшно Не страшно Сказала она Но знали бы вы Как она выигрывает суды Кстати и проигрывает тоже С достоинством И с таким Знаете Ну еще подождите Проиграли Но Но Свет У тебя есть какой-то вопрос Ко мне Вот мы сидим Здесь всегда На передаче Моя правда Открыто и честно Отвечаем За нами очень Очень внимательно Следят камеры Для того Чтобы понять Мы можем сейчас Вот в этот мир Открытости Когда мы все на виду Да Все видят Где мы живем Как Что мы думаем Едим Спим Как мы поем Или фальшивим Я готова отвечать На любые вопросы У тебя есть какой-то вопрос Который ты сейчас Хочешь мне задать Связанный Вот с этим первым Скандальным делом Возможно На который я еще никогда Не отвечала Открытие стадиона Вот насколько По крайней мере За тот период времени Который мы с вами знакомы Который я вас знаю Как я уже говорила Я не могу сказать Что вы скандалистка И как я уже подчеркивала Что я считаю Что нужно Славить себя Ну или может быть Кто-то должен славить вас Благодаря благим поступкам И вот у меня Собственно говоря Вопрос Как вы Ну у нас в Волгограде Много людей Много людей Которые могут позволить Себе делать Какие-то благие дела Для города Для вот деток Допустим Да Из реабилитационных центров Как вы Пришли к тому Что вы хотите Дарить нашему городу Вот такие хорошие дела Вы практически Предугадали Светлана Мою следующую передачу В которой я как раз Буду говорить Про благотворительность Как я пришла Я наверное Уже не вспомню Потому что Вот сколько я помню себя Даже будучи Студенткой Я все время Что-то делала Сверх Того Что я делаю В своей обычной Бытовой жизни Что касается Именно города Наверное Вот 18-й год Я и назвалась Стальная женщина Из города Побед Наверное оттуда Но знаете Как назвалась Вот так вот А можно я А ничего А простите меня Но спела на стадионе Свою песню Стальная женщина Вай-вай-вай И я реально Знаешь как Я реально подумала Что у меня нет права Так себя называть Что у меня реально Нету полномочий Что реально есть кто-то Кто обязан мне Это вручить И сказать Итак Ты должна стать Стальной женщиной Представителем города Слушайте Нужно было дождаться Пандемии Чтобы потом сказать Слушайте Я не могу больше ждать Мне не дают Я сама взяла Сама назвалась Сама пою Сама делаю Сама снимаюсь И так далее Вот тогда Для меня это было ударом Я реально Испытала эмоциональный шок От того Что я сделала Для города Для жителей Я действительно Не делала Это не было коммерцией Ребята Все кто в этом участвовал И кто хоть немножечко Разбирается В деньгах Поймут Что сделать такое мероприятие За 70 тысяч рублей Это нереально Мы сделали очень много На собственном ресурсе Ну не знаю Сами пели И люди Которые с нами участвовали Не все брали за это деньги Но вот тот момент Я поняла Либо я сдаюсь И уже больше никогда Не поднимая головы Делаю только то Что поручено Сказано Или то Что официально заявлено Бирюлькиной Поручено Вот тогда я должна У меня была действительно Полуторагодовая ломка Я не могла принять решение Хочу ли я и дальше Что-то делать Потому что я это решила Сейчас точно могу сказать Что я не пожалела ни капли Мало того Что я приняла решение Именно Что я сама Если я захотела Назваться стальной женщиной Ну я и буду так называться Ну по большому счету Кстати никто же Это еще не зарегистрировал В патентном бюро А надо Потом вы можете Со мной судиться За то Что вот например Да я его использую Мне кажется Что есть люди Моего типажа Которым всегда мало Своей собственной жизни Которым всегда хочется Влезть в чужие Поэтому она лезет в город И говорит Я хочу Я буду Главное что я могу И умею И этому тоже нужно аплодировать Было у тебя предательство Большое и сильное В твоей жизни Было предательство Большое и сильное Но Насколько оно в рамках Телевизионной программы Даже не знаю А мы здесь А мы здесь Несколько в рамках Телевизионной программы Мы здесь Сколько Именно Моя правда Вот у тебя есть Твоя правда И человек Который предал тебя Сейчас возможно Посмотрит И ему может быть Будет интересно Какой вывод Ты сделала Из этой истории Ну еще раз Я предысторию Точнее не предысторию А скажу вам так Что человек Который меня предал К сожалению Не посмотрит Программу Ну я бы так Не была уверена Нет Он действительно Не посмотрит Потому что Его больше нет Живых Прости Тогда конечно Хотя я верю В то что Все что происходит Здесь люди видят В том числе И это твое признание Скорее всего Он увидит Просто в другой Ипостаси Возможно Ну а здесь Мы для того Чтобы Возможно Оголить то Что для нас важно Почему ты это Назвала Предательством Ну потому что Это предательство Потому что То как Человек поступил Я считаю Что Ну по крайней мере Я По крайней мере Сижу по себе Лично я бы Так не поступила То есть я бы Пришла Честно рассказала Человеку о том Какие обстоятельства Появились В моей жизни И не стала бы Обманывать человека Дальше Не стала бы Давать какие-то Надежды Человеку дальше Ты расскажешь что Ты можешь не называя имен Просто рассказать Что этот человек Был тебе брат Сват Любимый У вас были Такие-то отношения Потом случилось То-то-то Ну если можно Я все-таки Более Обтекаемо Хорошо Более Обтекаемо Просто мне Очень Очень интересно Понять Структуру Предательства Для разных людей Да То есть иногда Мы говорим Вот он предал И каждый И каждый подразумевает Об этом Что-то свое Что для тебя Именно Предательство У вас были Какие-то отношения Что это Это любовные Были отношения Это была Любовная Личная история Да И К сожалению В этой истории Появился Третий человек Но Узнала я Уже Об этом После того Как человека Не стало Это были Параллельные Отношения С тобой Это не было Одноразовым Чем-то Нет Ты считаешь Что это Предательство Ваших отношений Да А если бы Этот человек Пришел И сказал тебе Что вот так Ты бы позволила Иметь две Эти истории Параллельно Нет Может быть Именно поэтому Он не говорил тебе О том Что знаешь Что ты Выберешь Нет И все Может быть Поэтому он И не говорил Об этом Но Я думаю Что мы посвятим Какой-то Отдельный эфир Теме Имени Предательства И назову я Наверное Сегодня я скандалистка Раз я говорю Что это моя правда Я назову Что я предательница Когда мы рассматриваем Разные ситуации С разных сторон Людей Когда мне говорили Что я предательница Для меня было это шоком Но реально эмоциональным шоком Потому что я живу Как один вчера Мне написал в инстаграме Я хочу с вами познакомиться Я живу по понятиям Так вот я тоже живу По определенным понятиям Да При которых Смотри Ты говоришь Я бы Вот так бы не сделала А у другого человека У него другие понятия И поэтому Когда мне заявили Что ты предательница Да я там била себя в грудь Нет Но когда встала На его позицию И поняла Что именно В его мировоззрении В его картинке Действительно Так и есть Ну у меня была Немножко другая история У меня было то Что человек Выбрал например Преступный путь И говорит Ну так раз ты со мной Ты должна выбирать его тоже Я говорю Я не хочу Я нет Он говорит Ну ты тогда предательница Я говорю Почему Потому что Потому что Человек Если со мной дружит Если он со мной общается Он должен со мной быть до самой смерти То есть это его мировоззрение Если я в яму И он со мной должен прыгать Если я взлетаю Он должен взлетать Понимаешь Поняла Поэтому Спасибо большое Что ты рассказала нам О своей истории Я думаю Что нужно будет Обязательно этому поаплодировать И Когда мы Когда мы признаемся Особенно на камеру Я поняла Это в своих каких-то личных Не таких идеальных Как юристка Ситуация Мне кажется Мы становимся ближе Сами к себе Прежде всего Ближе К естественному ощущению Что мы Ну в принципе Все одинаковые Все люди Которые нас сейчас смотрят Вспомнят Скорее всего Какую-то историю Которую они могут Назвать предательством Но я желаю Чтобы когда один раз Вы это познали Вы и сами Старались не быть предателями И конечно же Не попадали в руки Тех Кто на это способен Потому что Я знаю Что такое быть преданной И я знаю Что такое предавать И я хочу сказать Что и в одном состоянии И в другом Это кошмарная мука Потому что Когда мне пришлось Предать человека Мне пришлось Мне так казалось Что выбора у меня Другого нет Мне было так же тяжело Как и предали меня Это честно Поэтому Давайте поаплодируем Светлане А мы продолжаем Передачу Время расцвета Моя правда Моя история Мои скандалы И пытаемся все-таки Выяснить Скандалистка Это быть хорошо Или плохо Не знаю Если честно Потому что Скандалисткой Я себя совсем не ощущаю И даже спетая мною песню Она больше носит Наверное ироничный характер Потому что Если считать Что призыв к добру К позитиву К любви Вот такой громогласный Как делаю я Это скандал Хорошо Называйте меня Скандалисткой А я хочу лично Глядя глаза в глаза Спросить еще Нашу одну гостью Агентство Риэлторских услуг Оксана Сядет сейчас за этот стол И попробует задать мне Один каверзный вопрос А я уж постараюсь Задать ей Несколько каверзных Сама Оксана Добрый день Новая я песня Тебя очень поразила Да Я увидела В ней себя Особенно вот это Я могу Любить А могу Ненавидеть людей Я может быть Люблю Людей А может Ненавижу Это песня Новая я Кто ее знает Любит Слышал Принадлежит ей Точнее Именно она Вдохновила меня На написание Этой песни После очередного Нашего с ней Эмоционального Общения Спасибо Оксан Тебе большое Я думаю Что И мои поклонники Благодарны тебе За эту песню Потому что Я в ней увидела Что она Вообще О нас О девочках Как часто Мы любим Обновления Ты вот Стала Вдруг у нас Блондинкой Хотя все Знали тебя Брюнеткой Скажи Пожалуйста Ты У меня Ассоциируешься С человеком Который Глаголит Правду Матку Вот как Считает Нужным Ты сама Себя Можешь Назвать Правдорубкой Знаете Когда я Училась В школе Моя Учительница Классная Меня называла Так Так Ну все Оксана Хватит Защитница Женщина Хотя я говорила Не всегда про женщин Но я всегда говорила То что я думаю Ну и всегда попадала В такой разряд Что ну лучше Ее как бы не трогать Тебя не били за школой? Нет Меня кстати не били Тогда не верю Тогда не верю Потому что Обычно Тех кто Идет против системы Против Общего мнения Да И который встает И смело говорит Тех обычно Затаскивали за школу Либо ты моложе меня Ну естественно Молодже Но Олеся Я же шла не против Своих одноклассников Я шла против системы Ну в каком-то смысле образования Да Я могла учителю сказать Что вот я прочитала Лолиту Хотя она не по программе Ах Что-то натворила Вот что-то натворила Бог ты мой Я конечно тогда весь класс стал за тебя Я могу себе представить То есть Да То есть ты такой Глаз народа тогда получается Ну по крайней мере я просто говорила То что я думаю То что я хочу сказать Ну это уже меня заставляет задуматься По поводу психического здоровья человека Да Потому что когда меня обвиняют в том Что я психически неуравновешенна Потому что говорю везде И все что думаю Я думаю Ну наверное собратьев-то и со сестер У меня достаточно В твоем виде В твоем качестве Я уже вижу вот такую же психически Да Нездоровую личность Вот смех смехом А скажи правда Вот есть Есть какой-то стандарт нормы Что психически здоровый человек На себя не будет привлекать лишнее внимание Что он не будет идти против Огромной системы Ладно против класса Потому что я иногда и против класса шла Если нужно было защитить кого-то Над кем издевался весь класс Я могла точно так же встать И сделать то, что считала нужным Скажи пожалуйста Вот это вот Вот психическое здоровье И вызов обществу У тебя это совместимые Или несовместимые качества? Ну знаете как Говорят, что если у тебя все в порядке Это значит определенная стадия шизофрении Если не в порядке Значит ты просто ленивый Ну то есть так распределяет людей Я думаю, что Вот если у человека Четко есть понимание Что ему нужно это сказать Но вообще Если он здоровый человек Он должен хотя бы продумать А что будет за этими словами Мне чем нравится Оксана То есть любой вопрос Который ей задаешь Она в любом видит логику Логики нет никакой Вот по большому счету Я спросила просто так Потому что И психически здоровые И так же и психически больные Люди могут в принципе Быть против системы Но спасибо Оксана Что ты так активно Подключилась отвечать Потому что На мой взгляд Я же говорю Психическое здоровье Это не то Ты права Когда у человека Есть позиция То какая разница Психически он больной Или здоровый Но если вы считаете меня По каким-то критериям Что я больна У меня другое есть Про шизофрению Я не знаю ни одного здорового человека У всех просто скрытая шизофрения А кто-то активно говорит Ну Что я шизофреник И между прочим Сейчас это модно Это раньше было Да Что это плохо А шизофрения Это определенное состояние Творческого человека Ну Почему бы Не Приписать себе Шизофрению иногда Ну Можно Оксана согласна Ну как бы нормально Мы скандальную вывеску Напишем под тобой Она призналась В шизофрении А вот и будешь уже Участницей скандала Кстати про скандалы Ты вообще часто была Инициатором скандалов? Не часто Но была А можешь вспомнить Самый яркий Активный И самый выдающийся Ну опять же Я не назову это скандалом Изначально Я хочу как раз сказать О времени Когда моего коллегу Моего друга Романа Гребенника Но сначала Не думали Что он умрет Но его убили В здании Сбербанка Это было резонансное Вообще Происшествие Изначально И поэтому Для меня Как человека Который Работает В риэлторском сообществе Который вот На одном этаже С Романом Работает Да То есть для меня Это было Ну я не могу Об этом молчать Потому что Давайте напомним Зрителям Это было буквально Несколько месяцев назад И Оксана была Одной из тех Кто в соцсетях Ежедневно Публиковал Всю информацию Связанную с этим Дерзким убийством Я по-другому Его назвать Не могу Это не случай Это не что-то Знаете Такое Из ряда Бытового Разбирательства Это реально Целенаправленное Убийство Человека В массовом Доступном Месте И как раз Это и было Скандалом И то что ты Привлекала К этому Внимание То что ты Ну была Можно сказать Практически Для меня Была как Журналистом Который говорил Так Вот это Случилось Как ты Какие-то Приводила Документы Переписки То есть Все Все было С моей Точки зрения Я зауважала Тебя как Человека Который Помимо Своей основной Работы Делает Вот такую Работу Общественную Ты доносила Общественности Без страха Потому что Ну практически Ты сделала Вызов Тем людям Которые Его убили Своей позицией Своим Громким Голосом Как часто Это делаю я И когда Меня спрашивают Тебе не страшно Слушайте Страшно Ну правда Но Есть что-то Выше Страха Есть У тебя Было Страшно Что тебя Могут Остановить Позвонить Встретить У подъезда Было такое Знаете У моих близких Было Мне мой супруг Говорил Оксан Ну все Хватит Да Но я знаю Точно Что когда Это громко Тогда Очень тяжело Встретить У подъезда То есть Когда тихо И все Бы прошло Тихо Если бы Не только Я одна Ну на самом деле Это не совсем Правильно Сказать Что я одна Мы определенным Количеством Сообществом Риэлторов Мы встали Это дело Освещать Потому что Если бы Мы это Замолчали То Это бы Проехалось Так Как Проезжались Очень многие Дела А не хотелось Замалчивать Хотелось Это показать Даже Начиная С того Что Можно Оказывается В банк Зайти И убить Человека И вообще Что-то там Сделать 6 часов вечера То есть Мои клиенты Которые ходят В банк Приносят Деньги Наличку И пока Они дойдут До кассы Оказывается У нас Камер нету И с ними Может что-то Произойти То есть Здесь произошло Ну Абсолютно Все вместе И то Что Такое Произошло И то Что нет Безопасности Нигде Что в подворотне Что в банке Оксан Я должна Признаться Тебе Что Меня очень Сильно Зацепила Эта ситуация Это дело Зацепило То Как Как ее Начали Мусолить Как Приписали Сюда Вот этот Националистический Какой-то Подтекст Как бы Я не Оставалась Тоже К этому Равнодушной Я Действительно Переживала Внутренне Внешне Но Мне Сей Из этой Ситуации Было Сладостно Смотреть Что есть Вопросы В которых Люди Объединяются И то Как ты Сейчас Запалом Говоришь Вот именно Потому что Громко Вот именно Потому что Не я Одна Вот если Если бы Идем 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 И в салоне Автомобильном Светлана Доказываем Что Ребята Мы Не Дурачки И мы Не Глупые Блондинки Мы Видим Аферу Пожалуйста Отмените Они Говорят Что вы Девочки Мы Согласны Только Тихо Только Пожалуйста Только Никому Вы Мы Все Телевизор Смотрим Али Семен Вы Не Расскажете Мы Мы Подумаем Мы Подумаем Если Вы Сейчас Отмените То Мы Не Будем Рассказывать Так К Чему Это Все К Тому Что Когда Мы Видим Несправедливость Когда Мы Видим То Что Видела Ты Своими Глазами Мы Всегда Говорим Пожалуйста Будьте Не Безучастны Неравнодушны Часто Трусость Нас Загоняет Вот В Это Равнодушие Мы Нисколько Равнодушны Сколько Трусы Бываем И Это Как Раз Таки Можно Пережить Ладно Скажи Мне Моя Красавица Твой Муж Видишь Оказывается Был Не Совсем За За Но С Предосторожностью У меня Такая Дочь Она Мне Говорит Мама Ты Песню Осмелилась Спела Вот Зря Я Говорю Почему Она Сажает Я Говорю Да Ты Что А я Спела Там 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 То есть Вот Она Она Мне Такой Мини Юрист Который Настороже А я Вот В своем Вот Этом Вот Иногда Даже Не Думаю Скажи Когда Вот Ты Делаешь Что Это Ты Делаешь Для Себя Ты Для Себя Сама Хотела Быть Частью Вот Этого Движения По Защите Я Бо Сказала Чести И Достоинства Этого Человека Уже Его Оживить Было Невозможно Ты Это Сама Захотела Или Ты Захотела Внести В лепту Вот Какое-то Общественное Естественно Я хотела Сама Потому Что Здесь Роман Он Не Просто Человек Какой-то Риэлтор С которым Какие-то Сделки Были Роман Это Тот Человек Который Вот Он Проходил Каждый День Мимо Моего Офиса Мы Работали На Одном Этаже И Это Было Я Не Знала Его Семью Мне Это Было Неважно Ты Дружилась С ним Близко Мы Не Успели А Гипотетически Если бы Это Был Человек Которого Ты Никогда Не Встречала Но С Твоей Среды Ты Так же Активно Включилась Вот В Это Как Ты Думаешь Возможно Да Смотря На Ситуацию То есть Тебя Цепануло Что Ты Его Знала Так Или Иначе Я Его Знала И Где Это Произошло И Как Это Произошло И Почему Некоторые Люди Считают Себя Право Имеющими Мне Очень Импонирует Твоя Позиция Она Связана С Чем С Тем Когда Человек Делает Что От Сердца И Для Себя Это Тебе Нужно Было Это Ты Хотела Спать Спокойно Из-за Того Что Я Не Увидела Ни В твоих Постах Ни В твоей Сейчас Информации Что Ты Хотела Помочь Обществу И так Далее Когда Мне Говорят Что Я Хочу Помочь Обществу Сделать Счастливее Богаче Я Не Верю Потому Что Даже Когда Я Делаю Благотворительности Об этом Будет Следующая Моя Передача Я Это Задачи Накормить Всех Голодных Вылечить Всех Больных Я Делаю То Что У Меня Просто Есть Душа Почему Оно Есть Мы Обязательно Об этом Поговорим В следующей Передаче А Сейчас Оксана Я Хочу Чтобы Вопросы Тебе Позадавали Из Студии Кто Готов Пожалуйста Меня Зовут Екатерина Георгиева Руководитель Кадрового Агентства Я К сожалению Не Сильно Да Эта тема Мне очень Интересна Скажите Пожалуйста А почему Причина Убийства Была Романа Какая В школьном Чате Вайбере Зацепились За слова То есть Одна из Мамочек Ну так сказать Мама Одноклассницы Романа То есть Его дочка Ходит в школу Роман Активный Человек В жизни Своей дочери Был И естественно Ему все было Не безразлично И там всего лишь Был вопрос Перенести тест По времени То есть Вообще На самом деле Ситуация Яйца Выденного Не стоила Но как Вот умело Человек Смог Сподвинуть Я имею ввиду Вот эту Маму Одноклассницы Да Чтобы перевернуть Ее И раздуть В масштабах Таких Что Ее оскорбили И за Нее Вступились На самом деле Я думала Что это Больше связано С его Работой Да Потому что Сейчас Такое Время Когда Большинство Людей Негативно Относятся К риэлторам Да Потому что Сейчас То время Когда Каждый Пытается Где-то Что-то Для себя Урвать Да Что-то Пытается Как-то Развести Людей Для того Чтобы Получить Какие-то Халявные Деньги Да Потому что Я знаю Такие Истории Когда Люди Обманными Путями Да И они Не были Риэлторами Когда уже Потом Начинает Выясняться Да Но Таким Образом Люди Наживались На Чужих Людей Да Давили Да И Это Более Такая Тема Которая Сейчас Более Развита У меня Создрела Идея Оксана Тут Несколько Вопрос Сколько Такой Крик Души Давай Сделаем Эфир Со всеми Риэлторами Эту Тему Разберем Почему Потому что Она Подводит К вопросу О том Что Знаешь ли Ты Ситуации При которых Убивают За квартиры И не знаю Что-то еще Такое То есть Это близко Тебе Или нет Смотрите Я не знаю Конкретных Людей Которые Там Кого-то Убивают И так Далее То есть За квартиру Но это Имеет Место Быть Я Согласна Сейчас Это Очень Актуально И мы С этим Сталкиваемся Практически Ну мне Кажется На ежедневной Основе На территории России С этим Сталкивается Просто Огромное Количество Людей Я Не соглашусь Что именно Сейчас Это Началось С 90 Когда Было Мало Информации И было Много Возможности Увести Людей В ту или иную Ситуацию Сейчас Много Информации Но от Этой Много Информации Люди Тоже Не понимают Куда Им И И Поэтому Люди Некоторые Пользуются Этим Ну Знаете Как Есть Выражение Есть Лохи Есть Те Кто Будет Мое Предложение На самом Деле Актуально Мне кажется Нужно Сделать Моя Правда Именно Про Риэлторов Именно Вот Эти Мифы Что Риэлторов Кто-то Потому Что Правда Есть Такой Миф В Народе Что Риэлтор Это Кто-то Кто Как-то Халявно Как-то Чего-то Ничего Не Делает Но Я Вам Скажу Что Я Периодически Покупаю И Продаю Недвижимость Я Вам Скажу Что Там Еще Тот Труд То Это Не Просто Я Даже Имея Там Свои Несколько Образований Я Не Состояние Это Сделать Буду Самостоятельно Это Определенная Сфера В которой Нужно Знать Законодательство И так далее А мы Слушаем Следующий Вопрос Здравствуйте Я Тульнева Анна И у меня Есть Вопрос Чья Была Инициатива Пойти Именно Риэлтором Быть Кто Погнал Тебя В эту Сферу Деятельности Хотела Спросить Значит В 2012 Году Я Приобретаю Квартиру В своей Семье В своем Приобретении Я сделаю Кучу Ошибок Вот Просто Кучу То есть Ты как раз Та самая Первая Клиентка Самой Себя Но Тогда Я даже Не думала Об этом У меня Кстати Юридическое Образование Но только Я занималась Лицензиями То есть У меня Немножко Другая Тема Лицензиями Для юрлиц Вот И Мне Мама Всегда Говорила Слушай У тебя В риэлторстве Получится Иди Иди А я говорю Да нет Ты что Да Я говорю Не Мама И тут Мы приобретаем Квартиру С использованием Телескапитала Куча Ошибок Это я сейчас Уже понимаю Что боже мой Что я натворила Не было возможности С кем-то посоветоваться И потом После приобретения Потом начался Ремонт И какой-то Такой момент Настал Что я подумала Так Где можно заработать Где можно заработать В риэлторстве Надо идти И тут я увидела Вакансию Федеральная компания Открывает В Волгограде офис Но нужно работать В Волжском То есть нужно нарабатывать Клиентуру Для того Чтобы офис Не в голову Открылся И в общем Так как я Пришла Так сказать Первым таким Рядом Который бы открывал Волгоград В дальнейшем Я понимала Ага Там карьера Там есть перспектива Надо идти И пошла И пошла Маме спасибо большое За твою теперь Профессиональную карьеру Ну а я должна сказать Что сегодня Моя правда Приобрела очень необычную форму У нас были сценки У нас были очень интересные Собеседницы Спасибо Оксана большое Что ты сегодня пришла Ответила искренне На все наши вопросы Ну а мы должны заканчивать Скандалистка я или нет Вам решать Потому что Свои регалии Которые мне нравятся Я уже давно на себя навешала Я ведь стальная женщина Из города Побед Которая может вынести все Любой скандал Интриги Расследования Ну и конечно же Мировую славу Певица Олейша Да-да-да Вот увидите Когда-нибудь Может быть в следующей жизни Я обязательно буду петь О том Как стальные люди Города Побед Делают свой губок Город не скандальным А по-настоящему местом Времени расцвета С вами была Олеся Подписывайтесь на мой инстаграм И на инстаграм Волгоград1 И также смотрите наши передачи А если вы смелые Приходите в эту студию Покажите вашу правду нам Говорите, что я скандалистка Слишком активная добра пропагандистка По светлой жизни Узарею С темой заигралась шантажистка Обвинения публично Что я аферистка Ярлык Повесили городской скандалистки Яркие эпитеты, черный пьяр Жизнь хотят превратить в кошмар Не сходят с первых полос новостей Пикантные подробности моих путей Камни запущены в мой огород Утопреньем для поля, где плажать сойдет Привыкаю, что я теперь скандальская Активные любви пропагандиста Скажите, я скандалистка Ты не пилористка Ведь я не феминистка Детских тел, душ не садистка Я просто не пофигистка Смелая своего хоро-солистка Любви и добра пропагандистка Ну разве я скандалистка? Я скандалистка Оббивание порогов Разные инстанции Кто вера мне, а кто убиска пальцами Интерес в персоне Растет, собирает горы Огород совпадения Наверное, случайно Как запела политики чайника Показала обратную сторону Медали мне сразу место Указали скандалистка Активистка Активистка Шантажистка На дворе Да, я скандалистка Городская сумасшедшая Активистка Давно уже не Карьеристка Своей жизни Сценаристка Политическая Вокалистка Бесстрашная Пацифистка Добра и любви Пропагандистка Ну разве я Скандалистка 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 Если песни о свободе и любви Восприняты, как гром средь пустоты Сорвала волной рока, как террористка А может быть просто Я артиста И красоты стилиста Журналистка Автомобилиста Ну разве я Скандалистка Ну разве я Скандалистка Скандалистка Музыка Субтитры подогнал «Симон»